Такой красивый, романтичный вид спорта, фигурное катание. Ирина Слуцкая вернулась на Олимпийский пьедестал, стала чемпионкой мира, страдая неизлечимым заболеванием сосудов, от которого еще несколько десятков лет назад почти все заболевшие умирали. Елена Бережная стала олимпийской чемпионкой после тяжелейшей травмы головы. Ей пришлось заново учить алфавит, заново учиться говорить. Юлия Абертас несколько месяцев была в шоке и даже переехала жить в другую страну, после того, как на чемпионате Европы ее партнер получил тяжелое сотрясение мозга. Весь мир ахнул, когда на Олимпиаде в Турине китайская фигуристка Джан получила тяжелую травму в самом начале программы. Взяв паузу, под восторженный рев трибун китайцы продолжили выступление и взяли серебряные медали. Они не смогли обыграть только наших. Татьяну Татьмянину и Максима Маринина, которые за несколько месяцев до Олимпиады тоже попали в переплет. На этапе Гран-при во время исполнения поддержки Татьяна ударилась головой об лед, упав с высоты два с лишним метра. Невероятную твердость характера пришлось проявить олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину. Он сумел вернуться в фигурное катание к активным выступлениям после того, как врачи заменили ему весь тазобедренный сустав. Моя нога сейчас выглядит именно так, да? Уже, к сожалению, да, к сожалению, что в 27 лет уже с железом в ноге. Такой штыречек вставлен туда, и он ниже вот идет. Вот здесь он заканчивается. На этом подвиги знаменитого фигуриста не закончились. Март 2008 года, Томск. Обратите внимание, под рубашкой Алексея Ягудина белый медицинский пояс. Алексей вышел на показательные выступления, вы только подумайте, на пятый день после операции аппендицита. Фигуристам из нынешнего состава сборной России в этом году тоже пришлось проявлять характер. Да, давай. Улыбка на его лице скорее нервная. Этот день Максим Шабалин с волнением ждал почти 4 месяца. Это его первый выход на лед после третьей за год операции. У меня уже соскучилось подержаться за тебя. За спиной у Максима Шабалина и его партнерши Оксаны Домниной самый удачный, но самый трудный в карьере сезон. Они стали чемпионами Европы, но далась эта победа с кровью. Все началось еще весной 2007-го. Максим просто делает какое-то непонятное движение пяткой в сторону. И все, и человек просто не может на ногу ступить. Выпученные глаза, шок. И только слова. Колено. Ну что, держись коленка. Первую операцию ему сделали еще в мае прошлого года. Стало легче, но боль до конца не отпустила. Вместо того, чтобы отлежаться, поберечь себя, Максим на уколах и таблетках участвовал в соревнованиях. Себя не жалел. Настолько, что под Новый год ему пришлось лечь на повторную операцию на одном и том же колене. После нее нужно было месяц держать ногу в покое, никаких нагрузок. Но Максим к ужасу врачей вышел на лед уже через несколько дней. Он понимал, что после операции нога еще толком не срослась, но начал интенсивно готовиться к чемпионату Европы, до старта которого было всего две недели. Мы начали тренироваться, причем мы даже были шокированы тем настроем, который у него был, потому что он начал все делать. Ну, в итоге через неделю его прибило. За три дня до отлета на чемпионат Европы боль стала просто невыносимой. Максим оказался перед очень трудным выбором, что делать. Нормально восстанавливаться, никуда не ехать или напролом. Биться за медаль любой ценой. Он решил, что не может подвести партнершу и тренера. Такое, как бы, без слов, ну, сложно сказать, это давило вам, но как бы все, когда смотрят, и там, вот так вот, что ты ответишь? За это решение ехать на чемпионат Европы с незажившей после операции ногой Максим будет казнить себя еще не один раз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получается, переборщил, недооценил как бы себя, надо было больше жалеть. Ты по большому счету себя как бы калечишь, получается.